Мы, на самом деле, тоже мыло производим, вы знаете, мыло, тоже натуральные масла, эфиры, да? И вот у нас и кедр, и нероли, и бергамот, и там, и там, и дамасская роза, там, и так далее. То есть, вот, ну, да, да, вот, вот я хотел как раз нашим зрителям, вот, как раз показать. Ой, какие ароматы! Вот она, ароматы сумасшедшие, просто сумасшедшие. Да, дамасская роза, вот, это, конечно, роза, которая растет у нас в... области Мегунаф, вот. Французы используют масло, именно роза домашнего, вот в парфюмере. Это, могу сказать, что самый престижный эфирм, это, который использует эфирное масло розы, это именно роза домашнего. И это один из самых дорогих эфирмов. Это один, я могу сказать, вот, передо мной продалось один литр масла, эфирного масла, розы домашнего, 13 тысяч евро один литр. Это называется La Concrète, самое конкретное, самое концентрированное масло розы. Отличается роза домашнего от других розы, потому что, в основном, мы встречаем роза Сонтифолия, которая растет везде, и здесь, в России, в Марокко и так далее. Роза домашнего, очень маленькая роза, скромненькая, но зато аромат у нее просто... Да. Очень тонкий, да? Да, да. Такой, да. И, знаете, тоже мои туристы, мои друзья, когда они находятся в Марокко, у Синкаку, розы в таком регионе, потому что регион, знаете, выглядит как пустыня. И справа у нас горе Атлас, и слева у нас горе Мигуна, это источник воды, это очень чистая вода, и здесь воздух чувствуется очень легкий, очень чистый. И заезжайте в область Мигуна, и когда это сезон, вас встречает этот запах, понимаете? Приятно, все люди в машине у нас, мы едем в канонах, на джипах, и все открывают окна. Окна, чтобы подышать этим ароматом. Да, передается, вот, первое передается, вот, ребята, очень такой приятный запах, это мне кажется, или... Да, по рации всем, да, 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 Хусейн, что это? Я бы же вам рассказал, что это будет у нас рай. Вот. Но и мы там, конечно, останавливаемся. Я давно искал, знаете, где можно найти гидролат Розы Дамасина. Знаете, 3-4 года. Вот, искал, 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 но не был довольный сам, потому что у нас и в Марокко тоже есть и подельки, и обдурят, и везде. Но в этом году, я не знаю, это Бог, Аллах, хотел, чтобы я встретил человека, который делает настоящий гидролат. Я просто, вот, со своими друзьями, вот, стоим, вот, и я спрашивал у разных людей, где можно купить гидролат, гидролат. Меня услышал один француз и говорил, зачем тебе, вот, по-французски, зачем тебе настоящий, вот, слово настоящий гидролат. Ну, и сказал ему, что я в поиске эликсира, вот, на таком поне, вот, гидролат, именно Розы Дамасина, говорю. Говорит, я тебе познакомлюсь с человеком, у которого я покупаю лаконкред, то есть это эфирное масло. И действительно, я познакомился с Мухаммедом, который делает этот эликсир. И когда я зашел у него дома, потому что это делается у него дома, просто тоже меня встречал такой запах. Сразу понял, что именно вот это надо. Да, да. Вот. И просто. Сдорово. У нас одна женщина тоже в Питере, которая очень хорошо знает, что такое гидролат, и что такое Роза, и так далее. Или Розовую воду. Да, Розовую. Конечно, она продает, занималась, продает розовую воду. И отправили ей первый раз, она на следующий день, мне звали с Кусейн. Запах, конечно, очень приятный, но никогда не почувствовала такой запах. Разве это Розы? Чтобы объяснить это трудно словами, я отправил ей эти Розы в Питер. И тогда она поняла, что у нее в руках действительно настоящие гидролат Розы. Почему я говорю настоящие? Потому что я доктор-фармацевт, я химик, я знаю, как делаются гидролаты, которые якобы продаются и в Марокко, и здесь за 250 рублей, за 500 рублей. И мы знаем, что это вода, плюс даже не эфирное масло, это просто копия эфирного масла, плюс спирт, плюс консерватор, плюс эмульгатор, и у вас, пожалуйста, есть гидролат. Якобы. Якобы, да. Так, а это значит тот самый вот как? Это вода, знаете, как делается эфирное масло из розы, из дамасской розы, это путем дистилляции. Да, нагреваем эти розы, когда их собирают, и пар идет через розы, выделяется водная фаза и жирная фаза, жирная фаза, конечно, это на конкрет, а водная фаза это гидролат, гидролат это слово гидрат, это вода, который содержит масло, эфирное масло. Это просто масло, я тоже обожаю, я всегда вот всем показываю. Какое применение? Применение вот. Самое, что ни на есть, мэджик, да? То есть увлажнил лицо. Просто сказка, но запах. А когда волосы наполняются и шевелятся, когда вы. Ну, ароматерапия, да. Это, конечно, улучшает настроение, это в качестве тоника для кожи, для организма. И, знаете, три года назад, когда мы были тоже в Сафари, в Марокко, у меня был клиент, у которого был красный глаз. И мы находились как раз в области Маккуна, и продавец говорит, Хусей, попробуй этот гидролат, чтобы лечить глаз вашего друга. И, поскольку мы находились в Сахаре, невозможно было купить ни лекарства, ничего. У нас был единственный выход и способ лечения, это вот этот гидролат. И действительно, глаз я могу. Без проблем. И лечить, серьезно лечить. Через день у моего друга не было ничего. Здоровые, чистые глаза. Вот, и поэтому, используйте настоящий гидролат. И, если у вас нет возможности использовать настоящий гидролат, то не купите, что попало. Конечно, это однозначно правильно. Не отравьте себе, не отравьте себе. Лучше ничего, чем всякую гадость. Иллюзию, не нужно иллюзии. Ключевое слово, настоящий. Это очень важный момент. Знаете, гидролат, это не как масло. Масло здесь насчет годности. Мы насчет годности даем два года. Почему? Потому что закон разрешает два года. И поверьте, что я сам потребую масла, которому три года и больше. Поскольку здесь высокое содержание витамин Е, само масло сохраняется. Сохраняется, да, защищает. Понятно, понятно. Да, да. Гидролат, чтобы всем было понятно, мы делаем его максимум два раза в год. То есть сезон, когда Берберии собирают эти розы, это в конце мая. Дистилляция идет, конечно, в июне. И вторая дистилляция, если остаются розы, это максимум в августе. То есть, и поэтому я всем даю такой совет. Купите свой запас гидролаты розы, пока он есть. Потому что мы делаем его максимум один-два раза в год. Понятно. Понятно. Прекрасно. Скажите, пожалуйста, ну это я прям очень рекомендую тоже приобретать. Это действительно великолепная вещь. Ну а что касается вот с добавлением эфиров, все-таки тут какие рекомендации? Как для чего? Или тут в большей степени дело вкуса? Или все-таки специальные какие-то? Нет, конечно, во-первых, когда я вам рассказывал, что это заняли у меня два года работы, во время обработки запаха, это был у нас раматан. Это месяц, когда нам запрещено пить, кушать целый день. То есть организм уже находится в таком состоянии, устал с конца дня. И когда я попробовал сначала на себя вот эти разные органы эссансы, это называется у нас. Это органы эссансы. То есть два слова, это орган плюс эссанс. Это эфирное масло, по-французски это лизуэль эссансиэль. И я заметил, что у меня настроение сразу поднимается, улучшается. Какой-то эффект, я не объективно это сужу. И я на следующий день давал другими людьми, чтобы рассказали, какое-то ощущение, какой эффект. И сразу первый эффект, как мне стало хорошо. Подъем, да? Как мне хорошо, как классно. Вот. Почему? Потому что, конечно, это эффект эфирных масл, потому что влияет на наши нервные системы, на настроение и так далее. Ну и потом, да, не забывайте, что на самом деле у нас есть не только физическое тело, но и эфирное тоже, как раз вот это и есть пища. Есть, естественно. И я вам расскажу еще, когда я выпустил эту гамму, вот с прошлого сентябра я не продавал. Я продавал во время выставки масло органов пищевой и косметичной, но это я представил своими клиентами, чтобы понюхали и посмотрели на их реакцию. И действительно была тенденция, общая тенденция к эфирным маслам, типа розы, типа нероли, и лампы, да. И у нас есть еще и имбирь, и еще... Оригинальный. Да. Имбирь, просто, не знаю, парадокс, в сентябре была, можно сказать, скромная реакция людей. А когда мы начали его продавать в марте, у нас не осталось масла, имбирь вообще, с органовым маслом. И это говорит о том, что погода и сезон тоже влияют, влияют на наш выбор. В сентябре... Согревается, согревается. Ну, не знаю, не знаю. Конечно, не такой аромат, как от привычной, так сказать, и великолепной дамасской розы, но своя специфика есть. Да, в общем, это надо, конечно, пробовать, и уже... Специфика действительно. Да, для каждого человека... Я уверен, что наши гармоны, поскольку они меняются в... В течение сезона. В сезон, они диктуют нам, какой запах выбирать. Я читал такую книгу, вот, Сезонон Кингуверн, вот эти гармоны, которые владеют нас. Потому что это не наш выбор. Я скажу так вообще, дорогие друзья, что вот это великолепный вариант, вот не пользоваться всякими погаными духами, не знаю, это вот как раз и масла питающие, улажняющие и целебные. И к тому же это ещё и прекраснейший аромат, и никаких духов просто. Ну, зачем надо, если ещё и можно и пользоваться, использовать, так сказать, это многостороннее сразу, да? То есть, запах, аромат... Вы до сих пор, да? Да, да. Гидролата состоит. И, во-первых, гидролата, да. Во-вторых, вот у меня на коже те отдельные запахи эфиров, там, тех же вот, элан-калан, гармонская роза, они очень ярко выражены, и они такие стойкие, да? То есть, поэтому, я не знаю. Плюс к тому, это действительно ещё и полезно. И плюс дезинфекция, то есть... У нас ещё такая гамма, которая называется окана. Это окалюптиз. Про дезинфекцию, как раз сейчас, когда человек болеет, когда он... Вирусные заболевания. Да, да. Знаете, особенно, когда в больнице. У них такой неприятный запах, который отрицательно влияет на... Самочувствие и выздоровление, конечно, больных. Советую, вот советую вот этот запах, вот здесь у нас эвкалюптиз. А потом, когда мы намазаем такими маслами, дети, мы держим детей, да? Всё это экологически чистое, потом кто-то губами прикасается к коже. Сейчас как раз меняется, у вас здесь в Москве или в России резко меняется климат. Что-то такое хвойное. Ну вот это такое, да? Это вот местный эвкалюптиз. Этот запах, я его называю медицинский запах, потому что он... А как он называется в плане продажи... Это эвкалюптиз. 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 Это масло из дерева эвкалюптиз. Ну, эвкалюптиз. Сам масло, это антисептическое. Да, да, конечно. Да, антивирусное масло. Но это уже Австралия, из Австралии. Марокко. У вас тоже эвкалюптиз есть, да? У нас маленькая страна, но очень богатая страна. То есть, свои местные... Да, вы знаете почему? У нас окружает 3500 километров воды. Это средиземное море, 500 километров. Эвкалюптиз. И на западе у нас Атлантический океан, это 3000 километров. Ну, да. Плюс горы. Горы, конечно. И поэтому у нас эвкалюптиз. Эвкалюптиз есть. То есть, у вас все сырье местное, да? Почти. Кроме... Допустим, Иланг-Иланг у меня есть друг, который из Мадакаскара, который учился со мной во Франции. Мы отправляем... А? Да. Это исключение. Это исключение. А так все свое? Местное? А так почти все местное, да. Великолепно. Вообще, конечно, когда в любой области люди с таким подходом... А такой только и должен в идеале быть. Потому что, ну, как иначе... Творец, правильно? Да, да, да. Но это вот именно то, что... Да. Ведь когда с душой сделано, когда все от задумки до воплощения на всех этапах, и люди правильно, спокойно, терапевтиз, как вот эти женщины собирают, тоже, так сказать... И это все влияет еще и на энергетическом, так сказать, ментальном уровне. И, конечно, польза от таких продуктов не только своим веществом, но и в целостности. И энергией, эфирами, и душой, так сказать, вот этой заложенной, так сказать, вот этой... Да, это, конечно, совершенно... Я понимаю, я-то ведь сам тоже мы так произвели, конечно. Да, мы сейчас как раз ехали, и я говорю, понимаете, что magic, оно уже на уровне того... В мое восприятие на уровне того, когда вы творите это масло сами лично. Нет, это все правильно, это все здесь. А то, когда мы с вами рассказываем, о каком-то еще... Это очень приятно, когда слушают, что люди, которые покупают у вас, особенно женщины, знаете... Обравный связь. Я беру свое масло вот иногда во время выставки туризма, и это очень приятно, когда две женщины или три приезжают. Но, Хусейн, мы не рады туризма, мы приехали специально для масла. Спасибо вам, мы попробовали это масло. Это просто вам спасибо. Знаете, люди, которые дают вам деньги и еще благодарят за это... Конечно, конечно. Знаете, это очень хорошо. Это прекрасно, потому что у меня также по моим продуктам... Это очень-очень приятно. Это очень-очень приятно, серьезно. Это самое приятное. Это самое приятное, серьезно, да. Совершенно правильно. Ну, Хусейн, скажите, а вот что это вот такое? Это, знаете, то... Я всегда обещал всем, что скоро у нас будет мыло Бельди, черное мыло, то, что называем Марокко, и глина Гасуль. Так. Да. Это я уже год-полтора, когда обещал, и, наконец, выпускаем новые продукты. Это... Ну, вы расскажите, что это. Да. И это кейса, это рукавица. Так. Что это такое? Нашнюю... Ух, какая она шерковатая. Авторский продукт. Да. Так, интереснее. Ищи его. Ага. И она еще при намокании? Я... Знаете, как... Когда, как у меня появилась вот эти идеи вот сделать мыло, черное мыло, и глина Гасуль, и рукавицу. Я вспоминаю, когда моя мама тащила меня в хамам. Хамам это саун. В ванне такие саун. Да, да, да. И использовали эксклюзивно мыло Бельди, Гасуль и эти перчатки. Так. Да. Что это такое? Давайте расскажем. Мыло Бельди, вот. Это мыло сделано из оливкового масла, оливки, и здесь еще лач. Вот. Это я хотел сделать оригинальное масло, которое было 50 и 100, 150 лет в Марокко. Сейчас встречается в разных рынках Марокко, черное масло с эвкалиптом, 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 эвкалиптом. Масло или мыло? Мыло. Мыло, правильно. Ну, это и масло, мыло, это же масло. А, это мыло. Это мыло, правильно, да. Но я хотел сделать именно оригинал. И у нас получилось это сделать. И если помехать и запаху. Да, да. Запах. Оливки. Оливки. Да. Да, да, да. В чем особенность такого мыла? Это можно его использовать как обычное мыло, но он не раздражает кожу. Он очищает очень нижнюю кожу. Но мы в Марокко, в хамамах, мы используем его, чтобы приготовить кожу к натуральному гаммажу. Что такое гаммаж? Да. Гаммаж, это когда вы используете черное мыло и кеса. То есть, в хамаме мы нагреваем кожу, нагреваем тело, да. И мы используем это мыло, чтобы кожа была приготовлена для гаммаж, используя кесу. То есть, когда кожа у вас нагрета, вы намажете, да, и поря открытая, естественно, вы намажете мыло. И вы остаетесь так, минус семь, десять. Так. После этого вы промываете это мыло просто водой. Вот. Смываете. Смываете. Только водой. Потом используете эту кесу. И как правильно использовать эту кесу, я открою. Да. Да, конечно. Это кеса сделана специально из ткана компании Мажик Орган. Вот эта ткань, это наш бренд. То есть, вы никогда больше не встречаете такую ткань только у нас. И начинайте такое движение, вот так, на коже. И через несколько движений у вас появляется то, что я называю спагетти. Это мертвые кожи. Ага. Это очень, очень эффективный способ, чтобы почистить очень нежно и эффективно кожу. То есть, такой лучший и натуральный скраб такой, да? Скраб? Даже не то, да? Нет, это не скраб. Я... Неправильно. Скраб, знаете, это агрессивно. Да. Это, знаете, когда мы делаем вот это. Это, во-первых, стимуль кровообращения. Микрокопилер. Да. И это и массаж. И массаж, да. И третий эффект, это когда вы видите вот эти... Очистка верхнего слоя. Это вот люди не верят. Это у нас, когда я был здесь, полтора месяца назад в одном спа-салоне здесь, в Москве, я рассказал. И они хотели вот это проверять на месте. Ну, поскольку у нас там не было вот места, как хамам в Марокко, просто на руку хотел попробовать. Я спросил у одной девушки, когда вы сделали последний раз скраб? Скраб, это, знаете, это агрессивный. И он как будто очищает все, снимает все. Она сказала, что три дня назад. Сказал, хорошо. Ну, знаете, даже сделан неправильно вот. Ну, конечно, нагреть. Нагреть это просто горячей водой, ну, теплой водой. Да, намазал вот это мыло, и подождали даже не минуту. И начал очистить руку вот нашей кисой. Да. И появились вот эти спагетти, вот эти мертвые пушки. Да. Она стала красная. И я сказал, что это не ваша вина. Это не надо здесь, не позор, ничего. Да, да, да. Это натуральный процесс. Люди, мы умываемся каждый день разными шампунами, мылами и так далее. И нам кажется, что наша кожа чистая. Наоборот. У нас огромное количество токсинов. Тем более в городе. Да, иметь в их кожу. Конечно. Это просто, просто. И я просто, знаете, люди здесь и везде любят загар и любят море. Количество людей, которые отдыхают на море, огромное, да. Они возвращаются сюда. Изумите. Они загорают, конечно. Но кожа, которая загорала, после, через несколько времени вот эти клетки умирают. Конечно, конечно. Солнце это вообще мощнейшая. А ваш шампунь или вашего мыла не уделяют, не уделяют эти коже мертвые. Они остаются и они закрывают ваши поры. И ваша духа, ваша кожа плохо дышит и так далее. Выделительные функции кожи, как органы, которые может токсины из организма, ухудшаются эти слои. А ведь кожа это вторые почки, как говорится, помогают очищаться нашим организмам. Ядов, токсинов. Да. Допомню, о чем Хусейн говорит, что появляется как спагетти. Это вот медовый массаж, если кто-то делает. То есть вот эти вот вытяжки, вот эти вот серые вещи, которые называют, токсины, шлаки, они такие вот маслянистые. Это вот как раз у них достаётся. Это не просто там, а вот именно вот эти вот залежи маслянистые. То есть такой аналог вот этого медового русского старого настоящее. Да, вот такой медового, я не знаю, такие вот, они прям действительно красивые. Ну, конечно. Это экспогетом китайский. Я думаю, что в каждом народе, у каждого, в каждом государстве в своё время, когда было только натуральное и естественное, всегда были аналогичные когда-то какие-то методы приёма. Ну, конечно, они были у многих утеряны в связи тем более с оккультуриванием Европы тем более. А вот где-то осталось то, что, так сказать... Ну, это под традицией, ваше, да? Это, серьезно, это традиция. Я сейчас, я признаюсь, что недавно год Бортара, когда я тоже, как и обычный, не только мыл, мылся так, ну, дорогими тоже шапурами, гелами и так далее. Но теперь у меня вот только это, вот только это. И советую очень, очень советую. Это да, это на бесплатно. Для зрителя уточню. То есть мы намазываем и смываем, с перчаткой смываем. Сначала приготовьте свою кожу. Знаете, эта процедура делается в хамаме. У нас потом у вас будут свои партнёры, место вы советуете своими клиентами, где можно это сделать. Ну, или просто человеку себя дома, он лёг в тёплую ванну. Давайте я вам объясняю, как я делаю это в ванной. Я открываю горячую воду, закрою, конечно, две, чтобы сохранить температуру в ванной. Ложусь в ванной в тёплой воде минут 5-6. Я чувствую 10, ну, если у вас есть... Хотя бы, да. Я знаю, что люди здесь всегда с пищей. Да. И после этого я чувствую, что я уже начинаю потеять. Значит, моя кожа уже готова. Вот, вот, сигнал, правильно. Беру своё мыло, чёрное, и начинаю намазать. Это необычное мыло, потому что здесь пения не будет. Не будет пены, понятно. Просто будет ощущение... Ощущение, нет, ощущение масла есть. На всё, конечно, кроме глаз. Ну, понятно. Но, тем не менее, лоб можно... Ну, лоб и всё, всё. Лицо ощущается не на коленах. Конечно. Выпускайте эту воду, где вы были там, потому что она поверхня уже грязная, даже весьма не видно. Подождите минут пять-семь, если у вас есть время и десять минут, чтобы дайте это мыло время действовать. Конечно. Взаимодействовать с кожей. После этих десять минут промывайте, вот... То есть смываем? Смываем только водой. Только водой. Ну, руками можно. Руками, это обязательно руками. Ну, конечно. Почему? Вы тогда узнаете, что у вас не осталось мыло. Вот, чтобы не осталось... Обязательно, чтобы не осталось мыло. Хорошенько смыть. Да, хорошенько смыть. После этого я беру свою рукавицу, если первый раз я горячей воды это намочу, да, и самое главное, чтобы аджим был сильный, прессильный, чтобы не было мокрое. Ага. Понятно, что я говорю, да? Всё. Теперь делаю свой гамаж сам. Вот. И самое правое движение, это вверх-вниз, вверх-вниз. Это круглые, я видел, там, знаете, такой бред, что нужно сделать. Такие круглые, это бред, это неправильно. Вот так, да. Смотри, если у вас сильная нижняя кожа, чтобы не повредить кожу, не надо сильно. И как раз мы выбрали вот этот грант специально. Потому что у нас в Марокко вот эта ткань, если предлагаете это в качестве рукавицы, просто люди будут от вас смеяться, потому что мягкая. Но для европейской кожи это очень-очень нужно. У вас более жёсткая там такая, да? У нас даже есть камни. Камни. Спина. Ну, если есть у вас муж, жена, пускай они сами вам помогут. Помогут. Вот этими, это и приятно, поверьте, когда вам кто-то... Это зло. Конечно. Это очень приятно. После того, когда вы везде почистили вот этой кесы, свою кожу, здесь тоже водой смываем. Только водой. Только водой. Только водой. Если действительно вы хотите, чтобы был у вас натуральный ибью, даже я говорю, эффект, только водой. Так. Да. Вот это как... Процедура. Процедура, как было 150 лет, 200 лет назад. Так. Марокканцы используют глину. Это гасуль. Слово гасуль обозначает, который моют. И это мыло. Так, так, так. Это... Трава. Вот этот порошок, в основном, это как мыло. Если берете чуть-чуть воды и смещаем вот это на кожу, то у вас будет эффект мыло. Вы почувствуете, что это как пение у вас здесь. Нет, даже вот так. Но, берите. Но при всем при этом это травы, правильно? Сейчас, сейчас. То есть не только глина, да? Это глина, которую мы собираем, эти камни собираем их в горах Атласа. Угу. Единственное место, это недалеко от города Фес. Ну, это первая столица Марокко. И процесс производства гасуль у меня тоже с этим история. Потому что, когда я начинаю чем-то заниматься, и у меня весь офис в глине был. Я покупаю все глины, которые продаются в Марокко, чтобы тестировать, чтобы знать, чтобы ознакомиться. И однажды вот приходит женщина, которая у нас работает, которая убирается. И скоро у нас спрашивает господин Хусейн, что вы хотите сделать с этим количеством глины. Говорю, да, я хочу сделать глину, которая у меня есть еще. Такое ощущение, когда моя мама возила меня в хамам. Но, к сожалению, то, что я видела, она говорит, да, то, что продается в рынках, это не то. Она говорит, моя бабушка делает глину. Как было раньше, настоящая? Говорит, да, настоящая. А что, она ее продает? Нет, она ее не продает, это для нас. Потому что это женский коллектив для семьи. Только женщины используют эту глину. В основном для волос и для кожи. Говорю, а можно с ней познакомиться? Она говорит, да, ну тогда я пойду домой, вам позвоню. Говорю, нет, после работы сразу. Позвоните на телефон. Она ей звонила, действительно. И я встретился с женщиной, которой больше, чем сто лет. Она не знает точно, когда родилась. Потому что вот она в деревне, там у них не было ни администрации, ни там. Она говорит, ну, мне рассказывали, вот, мне было где-то семь или восемь лет, когда было такое событие. То есть, и поэтому только можно ориентироваться. Да, да. Но больше сто лет, в общем. Нет, сто лет на сто процентов. Есть, есть. Транитель, традиция. Да. Здорово. Здорово, конечно. Мне очень повезло говорить, в чем особенность глины, чтобы был настоящий рецепт. Конечно, у вас, я с собой не взял вот эти камни. Камни можно покупать, да? Ага. Везде. Говорит Хусейн, во-первых, выбор камней, это очень важно. Это как и везде. Ага. И представьте, что эта женщина пошла со мной, поехала со мной на базар. Вот. И говорит, вот, у этого человека тоже в возрасте, который их знает, говорит, только у него покупать. Вот. Эти камни. Потому что он знает настоящее, которое вам подходит. И действительно объяснила, вот, эти камни, ну, такого размера, вот, моя рука. Они темные, темные, да? И она объяснила, что они должны быть темные, и только темные. Потому что бывают такие, которые содержат, как можно сказать, песок. Вот. Это линия золотая, как выглядит, как золото в камне. Говорит, Хусейн, это не для нас. Не нужно использовать вот эти. После этого она объяснила, как сделать эту глину. И особенность этой глины, что она содержит здесь 7 трав. Да. Здесь у нас 7 трав. Поскольку тоже Марокко, природа Марокко очень богатая своими травами. Конечно. Почему не использовать? Она мне показала, как это сделать, технологию, можно это называть. Потому что, действительно, очень важно. Вот эта глина занимает у меня 10 дней почти работы. Почему? Мы, когда возьмем, мы покупаем эти камни, мы их сушим сразу на террасе при температуре, ну, 30 градусов, 35 градусов. Обязательно, чтобы была такая температура и чтобы не было ветра. Вот это очень важно на следующие этапы. Получается, разрушаются эти камни, они такие здоровые, они разрушаются на маленькие-маленькие кусочки при действии солнца. Мы берем эти кусочки, чтобы они лежали 12 часов в воде. И вот эта женщина до сих пор не объяснила мне, почему. Она говорит, когда, с момента, когда вы положили свои маленькие камни в воде, в ведре воды, нельзя даже трогать это ведро или его сдвинуть местом. Нельзя. Я объясню. Вы это потом поймете, я до сих пор не знаю, не нашел объяснение, но я знаю, как она говорит. Получается, у нас первая версия глина, грязь. Беру эту глину опять на террасе, на солнце, 35 градусов, обязательно, без ветра. Это первая, на один день. Потом в воде растворяю всю эту глину и отфильтрую. Вот. И у нас получается самая чистая глина теперь. С этой глиной, эту глину можно использовать в таком виде. Да. Ну, здесь особенность нашей глины, наш гасуль, что он содержит эти травы, которые позволяют использовать ее для лица и для волос. Угу. Вот. Здесь семь трав. Ну, я улучшил этот рецепт. Улучшили. Да. Ну да. Да. Здесь есть вода нероли. Угу. Печенье. Угу. Да. Это очень приятный запах и чувствуется даже печенье. Я использую вот эту воду, я использую розы. Вот. Для остальных растений здесь ромаш есть, есть крапива есть. Да. И я использовал инфузию, вот, инфузия, слово инфузия, как будто вы делаете чай. Вы берете чай, вы нагреваете его горячей водой и вы пьете эту воду. Вот. Я собрал вот эту воду от этих растений и добавил в мои глины и сушил это 4 дня на солнце. Это важно, чтобы было на солнце, потому что есть сейчас люди, которые это делают в духовке за 40 минут, и у вас сухая глина. И последний этап, это, получается, почти у нас такие кусочки, как шоколад. Серьезно. Да. Я когда посмотрел на это, ну, подробно. Да. Я вам покажу, я вам покажу, какие кусочки у нас получаются. И последний этап, все эти кусочки, мы их, с них делаем порошок. Так. Да. Отпалываются, да? Да. Перетираются, как бы, да? Ну, да. Представьте, что у вас вот такие кусочки, у вас приборы, я не знаю, как это называется по-французски. Ну, это люмуля, от глагола мудр, то есть, когда… Угу. 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 Угда воды, и на кожу вот так. Как мыло. Так. И опять смываю водой. Ага. После этого вам не нужно ни мыла, ни гель, ничего. Эффект вы сами почувствуете своими руками. Понятно. Вы можете это сейчас, даже сейчас попробовать. Просто берите вот так, натирайте вот. И посмотрите, если у вас ощущение, вот даже вот это чувствуется, как будто здесь было мыло. Да. Да, вот у меня даже, да, было. Ой, а приятно, да? Приятно, да. И здесь наши женщины используют это, конечно, как маска для лица. Это очень эффективно. Очень эффективно. То есть разводят, так густо, густо разводят и наносят, да? И наносят, да. Здесь я советую, здесь действие мыла. Как, ну, здесь адсорбируют, глина, гасоль адсорбируют. Это не, то есть она не уничтожает ваши жирные слои, которые защищают кожу, как мыло. Да. Нет. Ничего себе. Она оставляет вот эту слою и просто адсорбирует, всасывает грязь. Это потрясающе. Это потрясающе. И поэтому... Остается наша сала. Вот. Человеческий. Поэтому эффект здесь нижний, не агрессивный. Здесь это, если переводить слово «гасоль», это мыло тоже. Это натуральное мыло, которое очищает очень нижно нашу кожу. Понял. Да. То есть это в виде маска и для волос тоже. Наши женщины, конечно, делают тоже маску для волос. И это они, поскольку у них есть время, они оставляют это на ночь. А. Вот. Самое главное... Волосы, да? Волосы, да. То есть наносить этот... Да. Вы можете тоже это использовать во время в ванной. Обязательно ездить. Да. Приделайте эту процедуру. Очень радо. И промывать, самое главное, промывать очень хорошо водой. Ну, отлично. Слушай, скажите, а у чёрного мыла у него тоже есть такая особенность, что он человеческий жир не сможет... Серьёзно, да. Вот здесь, знаете, здесь ни консервантов, ни эмульгаторов, ничего. Ну, это понять. Это уже даже... Это... Здесь натуральные, только одни натуральные продукты. Особенно, знаете, опасность других шампунов и мыла, это консерванты. Ну, понимаете, наши зрители знают. Да, они знают, что это да. Здесь вы можете попробовать эффект чёрного мыла, кинкосоль, это природные... Ну, или перчатки. Да, и перчатки. Да, будет тоже. А вот скажите, ну, всё, ясно, что это тоже будет в продаже. Это тоже вы, уважаемые зрители, имеете в виду. И смотрите потом в прайсе, где будут вот это... Эта продукция будет. Собственно, я думаю, это будет или отдельный прайс, но там видно будет. Вот. Кстати, обязательно посмотрите первый наш ролик-встречу о вот этом чудесном масле. Потому что второй, который вы сейчас видите, это именно вот о мыле и о банных процедурах, и о вот этих комплексных, я бы сказал, процедурах очищения кожных покровов и, соответственно, улучшения микроциркуляции крови и вывод из организма ядов-токсинов, поскольку кровь... Улучшение нас, да. Да, да. Значит, дыхание кожи, ну, то есть, вот её, так сказать, её качество жизни. И, соответственно, от этого очень многое зависит и, так сказать, уже жизни нашей в целом для качества. Потому что кожа – это очень, ну, понятно, важный орган, который воздействует, то есть, на который воздействует вся окружающая среда и среда. Конечно, это очень важно. Это наш защитный барьер, собственно говоря. Да, и это зеркало, которое отражает наши внутренние состояния. Ну, конечно, и это совершенно правильно. А вот скажите, пожалуйста, вот если мы после этих процедур, ведь можно нанести и масло, так сказать, вот как раз тут это даже будет самое... Это не только можно, это надо. Почему? Потому что здесь кожа готовая, все поры открыты и чистые. И усвоение будет гораздо лучше, чем... Да, и попробуйте эффект органовое масло после такой процедуры. Знаете почему? Тем более здесь поры все открыты, кожа готовая. И кожа у вас мокрая, если можно так сказать. Я всегда советую использовать масло органа после очистки лица или на влажную кожу. Почему влажную и на сухую? Ну, чтобы вам объяснить это, ну, разливайте воду на она, по-длине на стол и берите либо... Либо берите мокрую тряпку и сухую тряпку. Вы попробуете собрать воду и сухой, и тряпку. И посмотрите, что вы увидите, что именно мокрую тряпку впитывает эту воду или этот сок больше, чем сухой. Это тоже самое, что происходит. Ну, это связано с натяжением, с коэффициентом поверхностного натяжения, свойствах, физико-химические свойства воды. Это с одной стороны. Второй эффект, когда кожа сухая, она уже находится в состоянии стресса. Поры закрыты уже. Понимаете? Почему сухая кожа? То есть проникающие способности. Потому что она лжи под давлением всех этих факторов и поры закрыты уже. Вы можете использовать даже один литр, если у вас кожа сухая, закрытая. То есть это не будет. Не так уменьшится. Не так уменьшится. Ну да, всё разумно. Прекрасно. Что же, ещё такой вопрос. Немножко возвращаясь к маслу для питания, для пищи. Вот сколько в день в идеале для одного взрослого человека, но в среднем, так сказать, вы могли бы рекомендовать? Знаете, масло органа – это не лекарство. Нет, ну понятно, что передозирует здесь нельзя практически к крови. Это должно быть режим жизни. Ну это, грубо говоря, столовая ложка. Столовая ложка в день, знаете как, да. Если у вас нет времени, даже утром, вы можете одну, как я делаю, я, выпить. И оно легко, очень вкусно, очень вкусно. Не только многие, знаете, вот такое понятие вот вержин, экстравержин и так далее, это то, что касается оливковое масло. Здесь нужно придумать другое понятие и другое слово. Это больше, чем экстравержин. Ну конечно, есть такие свойства и такое количество активного. Не только, это по вкусу, экстравержин, либо из обжаренных или не обжаренных плодов. У меня был один клиент года два, который очень разбирается в оливковое масло, и я тоже не так сильно. Ну он попробовал масло, органом нашего бренда, и говорит, я не знаю, у меня никогда не был такой эффект. Это как вода. Он еще раз попробовал, можно, пожалуйста, еще раз попробовать, попробовал. Я не чувствую, у меня никакой, даже знаете, экстравержин масло оливковое, или экстравержин, она оставляет какое-то кислое ощущение, понимаете. В оливковое масло нет такого эффекта. Да, действительно, это очень хорошо. И знаете, если вы любите кушать, готовить и так далее, возможность использовать оливковое масло без конца, потому что это дело вкуса, во-первых, и делайте, как мы делаем, мы все. Можно готовить даже пюре из картошки и добавить туда оливковое масло. Это просто будет чудо. Оливковое или органовое масло? Органовое масло, пардон. Мы говорили, да? Да, органовое масло. Любой салат, любой салат, добавьте... Присоединяйте. Любой салат, добавьте одну ложку органовое масло, это у вас кажется, что-то вы открыли, но что-то новое. Да, да, он прогносит. Серьезно, да. Единственное, что мы запрещаем, это не используйте органовое масло, как масло для фритуры. Да, конечно, ну это что. Да, ну это. Вы знаете, я нашим зрителям обращу, дорогие друзья, вот в первой части нашей встречи просто она была длинная, поэтому мы разделили на две части в видеозаписи. Обязательно посмотрите про свойства масел, как добываются все ингредиенты. Там было показано, как вот эти вот орешки, как многоступенчатая стадия очистки происходит бобов, плодов, органы. И про то, какие редкие эти, причём не плантации, а именно лесные дикие, в общем, дикие леса, то есть в дикой природе. Потому что, собственно, ну попытки были, но не получалось выращивать, получать плоды даже. Естественно. Вот. И в этом тоже уникальность. Как местный житель, определённая группа женщин занимается очисткой плодов. Ну а дальше другие технологические все этапы, вот это всё посмотрите в первой части. И напоминаю, что и эти чудесные масла, как косметические, так и пищевые, хотя в принципе это одно и то же, но по сути свои отжатые сырым способом. Про это. И купить их можно. И вот про то самое мыло, вернее комплекс таких банно-кожных вот этих очистительных процедур, тоже все эти компоненты вы сможете приобрести у нас на сайте nadgar.com. Значит, смотрите наши другие видео. И вот, в общем-то, ещё мы, наверное, да, давайте дополним что-то, потому что всё-таки, если есть что сказать, будет очень ценно услышать ещё что-то. Для потребителей, исключительно, на мой взгляд, важный факт. При ввозе в Россию этого масла столкнулись с фактом на таможне, что органовое масло в Россию не ввозится в расфасованном виде. То есть, те производители, которые... Я права, я всё ещё правильно говорю? Парава, да, да. Те производители, которые привозят масло органовое, не какое-то другое. Да, ну якобы, я не могу сейчас настаивать, что оно там совсем не органовое, да. Но вот все другие виды на сегодняшний день, которые ввозятся под названием органовое масло, оно ввозится в канистрах, в бидонах, то есть, не фасуется. И это целая политика господина Хусейна расфасовывать, чтобы исключить ту возможность в России где-то, чтобы это масло покупалось в канистрах и уже где-то здесь разливалось. Ну и потом опять-таки гарантия высочайшего тогда качества, то есть, то, что если это сделано раз разлито, так, как это положено технологически, без химии, без пластика, и уже каждый клиент знает, что всё, это не может быть здесь разбодяжено, чем-то, то, как-то. И потом окисление зачем лишнее, зачем нужны переливы эти лишние и так далее. Ну, российский бизнесмен, честно, он знает, для чего это нужно. Нет, это для денег, для дополнительных, так сказать. И потом, когда масло дорогое, ну, разлито или разбодяжено чем-то, то можно заработать больше в 2-3 раза. Естественно, да. Поэтому и... Это принцип жизни для меня, чтобы это масло было сделано в Марокко, упакованное в Марокко и отправлено из Марокко... До конечного потребителя. До конечного. Да. Это я даю свою гарантию. Также даю гарантию, что это гипоаллергенное масло. Угу. Знаете, когда я был ещё в этих горах, я видел, когда рождаются дети, и не смотря на то, что это ещё... Ну, с нулевого возраста, в общем. Да, да. Они даёт ребёнку это масло. Они не только кормят ребёнку масло, но и массажи ребёнка. Это очень, очень благодарное масло, потому что после этого ребёнок очень крепко и спокойно спит. И спирт, да. И кожа нежная. И беременном женщине, конечно, нужно какое-то определённое количество витамин Е. Конечно, вы обязательно. Напоминаю, что витамин Е не синтезируется. Да, не только антиоксидант, но не синтезируется в нашем организме. То есть это только из пищи. Витамин Е не синтезируется в нашем организме. Только из пищи можно получить необходимое количество витамин Е. Почему беременном? Потому что это нужно, как и другие витамины. Но я советую, когда ещё женщина беременна, чтобы не остались эти растяжки после рода, использовать масло органов, массаж. Тонусик, кожу держать. Да, да. Поддерживать. Серьёзно. Я даю почти тоже на это гарантии, что растяжек не будет после рода. Да, это самый совет. Скажите, пожалуйста. А вот, то есть действительно, грудным детям дают пить ещё масло органов? Да, 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 да. У меня вот удивительно, вот клиенты, которые были с нами в Марокко, я спрашиваю, ну, Светлана, ну как там дети пьют? Ну ты что, впуреет? Гусейн, какой пурей? Они из ложки прямо пьют. Оно очень вкусное. Очень вкусное масло. Это не такое, конечно, не горкое, ничего. Ну понятно. И лёгкенькое такое. Да, действительно, да. Лёгкое. Да, здорово. Здорово. Ну что ж, ну как, раскрыли мы тему, в принципе? Я считаю, что раскрыли. Если бы вы могли ещё эти запахи уловить, ну, запахи, это только попробовать можно. И ароматы, ну, это вообще высочайший премиум класс элитного такого, шикарного. Все продукты, подход, понятно, вы сами видите, какой перфекционистский. То есть действительно, он такой только и может быть, когда мы говорим о качестве без компромиссов каких-либо. Какие тут могут быть. Так что всё правильно. Ну что, я очень благодарю вам за встречу. Я прям вам очень рад. И лично, и такому продукту чудесному. Ну, и я благодарю, что тоже мы организовали эту данную встречу. Потому что действительно, это прям вот, ну, прекрасно, когда встречаешься с такими людьми. И такого, значит, растло душ в плане подхода к делу, к своему продукту, любовь к делу. Ну, это великолепно. Так и должно быть в идеале. К сожалению, так и нет. Но чем больше будет таких людей, и люди будут видеть, и сами заражаться этим оптимизмом и этой радостью своего вот этого дела, и результатами плодов своего труда, так сказать, как можно, как нужно относиться к делу, то будет мир лучше этот, конечно. Потому что, так сказать, мы все будем работать вот на это. Такой общий, единый эгрегор вот этого, так сказать, такого правильного подхода к жизни. Истинного, честного производства, да, с душой. Конечно, да. Спасибо, да. Действительно, большое спасибо вам, Юрий Андреевич, потому что... Спасибо вам большое. И могу добавить, ждите через полгода или год сыворотки. Это сыромы, это просто потрясающий тоже масло. Ну, об этом вы расскажете, тогда потом не надо. Просто ждите, потому что это стадия дискирования. Понял, я не забыл. Потому что это масло стоит и здесь, и в Марокко, и просто я всегда так делаю, чтобы посмотреть, как масло будет себя вести в разных условиях. Отлично, это мы посмотрим позже. Ну что ж, благодарю. Благодарим вас, дорогие друзья. Всего вам самого лучшего. До свидания. До свидания. Продолжение следует...